Еще раз добрый день, коллеги. Действительно, да, есть такое дело. ADC нас и в этом заметил, да, правда. Пятый год. Абсолютный лидер китайского рынка на рынке VDI, но это не совсем тема нашего сегодняшнего доклада. Скажите, вот я назвал свою презентацию так, новые ребята в городе. Да, Дмитрий Багиров, Руиджи Networks, я присыл инженер. Скажите, вот кроме тех, с кем я успел лично пообщаться, кто-нибудь о нас слышал вообще? Вот интересно, да, на самом деле здорово. Есть люди, которых я в лицо не знаю пока, надеюсь познакомиться, но хорошо, что нас слышат. Итак, мы новые на этом рынке, но мы не новые на рынке Китая. Кроме того, что мы пять лет выигрываем VDI, мы на самом деле входим в топ-3 производителей оборудования корпоративного класса. На протяжении последних 15 лет мы постоянно растем не менее чем на 35% в год, в зависимости от естественного года. Открылись мы в 2000 году. То есть сейчас нам 19 лет, мы вообще не умеем. Мы моложе, чем Wi-Fi. У нас много улиц, у нас есть 6 центров разработки, центры разработки всех Китая, ни в тех группах, ни в других странах нет. Компания состоит из примерно 5000 сотрудников и у нас 8000 партнеров в канале. Что это значит? На самом деле это очень важно. Мы полагаемся на вас, как на наших партнеров, в продвижении продукта на рынке. У нас есть 8 продуктовых линеек и, например, раз уж мы на Wi-Fi события, мы входим в топ-2 производителей Wi-Fi оборудования на рынке Китая. Наши разработки, разработками мы занимаемся много, плодотворно. 15% инвестируется в разработки. Из этих 15% 30% уходит на исследование того, что будет в будущем. И из нашего штата половина вовлечена в разработки. То есть 3,5-10 человек – это наши разработчики. Кроме этого, есть оборудование, которое мы делаем исключительно для китайского рынка, есть оборудование, которое мы делаем для международных рынков. У нас в международном департаменте есть свои разработчики и мы отсюда, если есть потребность каких-то функций, мы можем влиять на разработки этих функций. Wi-Fi. В зависимости от отрасли, но здесь, к сожалению, не очень хорошо видно, но в таких отраслях, как образование, транспорт, медицина и финансы, мы являемся лидером по продажам оборудования в Китае. Входим в двойку. И на втором месте, наверное, делим первое и второе место. Мы, как ни странно, не скрываем, а с HP. Наше оборудование, мы условно его как бы подразделяем на два основных направления. Это оборудование корпоративного класса. И оборудование для среднего, малого, среднего бизнеса. И то и другое оборудование, это все крепкое, хорошее железо, крепкий, хороший софт, но разное финансовое позиционирование. И все это оборудование, мы подтверждаем надежность и функционал посредством тестов в различных лабораториях, не только наши. Есть компания Толи, она исследовала наше оборудование, эти отчеты открыты. Вы как бы с нами пока не знакомы, далеко не все из вас успели это попробовать. Вот вы можете обратиться к оборудованию старших товарищей и других товарищей, которые хотели посмотреть. При этом мы, если в enterprise-сегменте мы конкурируем с лидерами рынка, то в SME-сегменте мы уже можем успешно конкурировать и в том числе по цене с производителями low-end-сегмента. Мы потихонечку выходим на международную арену. В принципе, мы сделали это не очень давно. В 2008 году появились первое время сотрудничества. Как бренд на рынок мы уже в десятых годах вышли. И, например, в Турцию мы появились в 2016 году. И вот в этой всесоюзной здравнице большие сети отелей, те отели, в которых многие из нас с вами бывали, они уже работают на нашем Wi-Fi. В России мы совсем недавно, мы начали в 2018 году. Нынешняя команда вся этого года практически. Мы только-только начинаем. И тем приятнее отметить, что нас заметил Гартнер в этом году, в отчет 2017 года. Вот недавно он опубликован. Мы появились в Гартнере. Нас увидели. Нас оценили как седьмой в мире по коммутаторам доступа, как кампусным коммутаторам, не только доступом. И мы номер восемь в мире по точкам доступа, по Wi-Fi решениям. При этом, как сильные стороны наших решений отмечены, это бесплатный облачный контроллер, и ВИС — это система автоматизации, оптимизации на основе искусственного интеллекта. При этом в тех же отчетах Гартнера появились первые отзывы о нас. И рейтинг наш достаточно высок. Отзывов, конечно, не очень много пока, но мы только-только там появились. Но отзывы очень положительные. Если интересно, вы можете с ними ознакомиться. Из восьми продуктовых линей, о которых я говорил, мы для международного рынка, для российского рынка, в первую очередь, предлагаем коммутаторы. Конечно же, Wi-Fi, иначе нас бы здесь не было. У нас есть решение, мы это называем шлезы, это не голосовые шлезы. В нашем понимании российского рынка — это, скорее, рубль. Есть разные решения для внутреннего рынка, такие как маршрутизаторы — это для московской сферы. Есть системы программного исключения типа контроллеров SDM. Есть системы управления IT-устройствами, которые активно используются во всех провинциях Китая для безопасных городов, для умных городов. Есть верболы. Но это мы пока не планируем продвигать. Сейчас идет речь о VDI, о которых мы говорили. Это, в принципе, в основном решение для образования. И вот решение Cloud Class мы тоже пока смотрим на внешние рынки, может быть, российский рынок тоже рассматриваем. Но вот это у нас тоже есть. С Wi-Fi, собственные разработки Wi-Fi мы начали в 2008 году. Это первые наши независимые разработки. Потихонечку росли, развивались. Не буду застрять внимание на конкретных веках. Ну вот, может быть, только в 2013 год стоит сказать, что тогда появилась точка доступа с XSense антенной, это тоже с Монтары, уже в стандарте AC, которая постепенно развивалась. В 2015 году уже о нас сказали как топ-2 на рынке. И в 2016, интересно, очень большое количество подключенных к нашей громкой системе оптимизации и сбора больших данных по Wi-Fi. И в 2017 году у нас появились X-продукты, 840 и 860 точки доступа. Они чуть позже. Вот есть чем гордиться. К слову, у нас всё оборудование своё, мы всё сами разрабатываем, мы никого не покупаем. У нас единая операционная система на всех устройствах, будь коммутаторы, маршрутизаторы, gateway или электрюшки доступа. Продуктовая линейка беспроводных решений выглядит вот так. У неё входят два типа контроллеров. И доложный контроллер. Это аппаратный контроллер в различных исполнениях. Это либо пиццебоксы, либо маленькие коробочки рэк-монтажа, либо линейные платы для установки в шассейные коммутаторы. Есть заметно довольно крупный портфолио точек доступа для эндорного применения, в которые входят просто потолочные точки доступа. Есть точки доступа для насильного монтажа. Конечно, есть точки доступа для уличного применения. И отдельно хотел бы застрелить внимание на приложениях, которые мы выпускаем. Приложения под платформой Android iOS. Они все бесплатные, их можно скачивать. И есть вот эта облачная система оптимизации. Гордимся мы тем, что у нас есть технологии. Много сказано о том, что грядет эра AX, Wi-Fi 6. Мы уже сейчас готовимся к этому. Уже сейчас на наших точках доступа есть технологии Pre-AX. Все эти технологии направлены на то, чтобы каким-то образом улучшить восприятие беспроводной сети пользователей. Например, технология Pre-AX снижает негативное влияние интерференции в Wi-Fi сетях взаимопересекающихся каналов. И то, что станет стандартом Wi-Fi 6, мы реализовали уже сейчас на своих точках доступа. Это снижение порога чувствительности и изменение передаваемой мощности в адрес конечного устройства. Для того, чтобы облегчить роуминг, для того, чтобы определить, к какой точке доступа подключится наш клиент, у нас есть технология Correct Link. Суть, которая сводится к созданию таблиц оптимальных точек доступа для каждого клиента, чтобы он мог подключаться к идеальной, с точки зрения контроллера, точке доступа. Технологии Air Reorder тоже, в принципе, ничего нового. Я думаю, что те, кто собаку съел на строительстве Wi-Fi сетей, ее тоже прекрасно знают. Суть сводится к выделению временного диапазона каждому пользователю для передачи, чтобы утилизировать полосу для быстрых и веренных клиентов. Наше отличие, здесь у нас есть отличие, у нас есть еще технология Time Slide Borrowing. Это сводится к тому, что каждый клиент, если ему принадлежит какой-то отрезок времени для передачи, но он его не использует, этот отрезок может одолжить другой клиент, которому он нужнее сейчас. Технология XSense антенная – это Smart Array. Ее вы знаете, мы ее тоже делаем, не во всех, но во многих точках доступа мы ее используем. Для упрощения жизни администратором сетей мы, например, применяем технологии PPSA – это Peer User Pre-Shared Key или Peer Device, можно сказать. Этой технологией так же просто пользоваться с точки зрения пользователя, как PPSK – просто вводишь пароль и получаешь доступ к сети. Но с точки зрения администратора каждый новый клиент имеет свой собственный Pre-Shared Key. Получается, что доступ к сети ограничен настолько же надежно, как в случае стремения мысль в суду 1x, но сделать это все гораздо проще, не нужно внешних контроллеров, не нужно ничего, это все встроено в функционал контроллера или вышку контроллера. У нас есть вертолизация точек доступа, то есть кто-то меряет SSID, мы меряемся PSSID. У нас есть вертолизация контроллеров, что используется, понятное дело, для балансировки нагрузки или для повышения отказоустойчивости. Балансирование мы делаем в режиме E-1, при этом пол лицензии суммируется. И на все наше оборудование гарантия составляет 3 года, которые также можно расширить в большую сторону до петли. Но это уже заполнить накладку. Наши облачные приложения, облачные сервисы. Вообще облако – это то, что у нас есть, то, что у нас есть, уникальное, наверное, что у нас есть. У нас есть облачный контроллер. Мы называем его Rage Cloud или Rage Olock. На данный момент существует версия 2.0, и это не маркетинговый термин, как это, хоскоп 2.0, что-то такое. Это реально версия этого облачного сервиса. И в будущем будет анонсирован, я в первый раз это, наверное, на YouTube говорю, будет анонсирован контроллер версии 2.4. Это контроллер, который способен управлять не только точками доступа, но и коммутаторами, и теми самыми гейтвеями. То есть на базе этого контроллера это все бесплатно. На базе этого контроллера можно построить и управлять полноценной сетью и делать это удаленно. Контроллер полностью бесплатен. Контроллер поддерживает multitenancy, то есть можно создавать множество сетей и постсетей, которыми вы управляете. Количество устройств, подключаемые к этому контроллеру, не ограничено ничем, то есть он виртуально неограниченный производительностью имеет. И самое важное в этом контроллере, вот коллеги раньше говорили, что с облаками беда, беда, нет беды. Контроллер в России. Вот этот вот ruizji cloud, ruizji-облак развернутый на мощности от Яндекса, оно доступно, мы этим можем пользоваться. И точка доступа, которая подключается к этому контроллеру, она делает это автоматически. У меня есть специальный тренинг, специальный набор демооборудования, в котором я могу показать, как это работает и на самом деле развернуть сеть. Достаточно просто, это занимает 15 минут. Мы подключаем неограниченное количество устройств к сети, и она работает. И большой кусок нашего уложенного портфеля – это ruiz. Состояние трех частей. Виртуальный сайт-пленер, на нем можно выгрузить рисунок сайта, план местности, план помещения. Он позволяет нарисовать стены, нарисовать окна с разным предустановленным или задаваемым пользователем уровнем радиопрозрачности. И, соответственно, получить красивый отчет, как это будет выглядеть. Красивый многостраничный отчет с температурной картой покрытия, с температурным пересечением диапазона. Такой вполне инструмент для опланирования сети. Кроме того, есть система ISP – это система автоматизации улучшения качества сети. То есть, по сути, эта кнопка «Сделать хорошо». Аппаратная, которую можно подключить к этому ISP системе, нажать кнопку «Анализируй», он в течение получаса занимается анализом сети и выдает рекомендации. Эти рекомендации вы можете полностью применить, вы можете применить их частично и на выходе получить оптимизацию сети. И третья часть этой части платформы ISP – это программное обеспечение MOHA называется. Оно доступно для мобильных платформ. Айфонщиков немного обидели, но обидели не мы, а обидел саму Apple, потому что Apple запрещает публиковать приложения, которые могут стать контроллером Wi-Fi сети. Для Android эта штука доступна. Это универсальный инструмент для проведения тестов любой Wi-Fi сети. То есть вы к ней подключаетесь, вы ее тестируете, вы получаете отчет о том, что с этой сетью так или что с ней не так. Кроме того, в нее входит набор тестов Тилнет, Трейсроу. Тест ровный, очень удобный. Это можно скачать. Люди, кто качал, начинают ей пользоваться. Достаточно удобная штука. Она никак не связана с нашим оборудованием. Можно использовать для тестирования и оперирования другими сетями. Мне, например, также встроен Тилнет. Удобно. Успех наш на рынке обусловлен не только финансовыми очевидными показателями. У нас, вы уже видели, есть технологии. И эти технологии отвечают требованиям довольно разыскательных пользователей. Я специально не стал на этот слайд ставить большое количество витейских компаний, потому что это бессмысленно. Мы их не знаем. Но некоторые все-таки есть. Вот компания Baidu. Кто-нибудь знает, что это? Это Google. Это китайский Google. Alibaba. Тоже очевидно. Это взрывной рост дата-центров. Туда мы продаем тоннами коммутаторы для дата-центров. То есть такой тоже очень взыскательный наш клиент. И компания Tencent тоже самое. То есть это большой потребитель такого рода оборудования. Мы ей даже внутри себя BAT называем. BAT, Baidu, Alibaba, TSN. Вот это все те люди, которые нам доверяют. Нам доверяют банки. China Construction Bank, International Commercial Bank of China и так далее. В общем, важно. Тоже вот в банковской сфере мы входим в первое место по Wi-Fi, например. На международной арене тоже вот я специально выбрал логотипы, которые, в общем, нам, многим из нас известны. Это отели и в Турции, и в Юго-Восточной Азии, и больших компаний. Макдональдс, например, в Пакистане использует наш Wi-Fi. Он свинил другого крупного производителя поставит на наши точки доступа. И вот это вот все, это большие компании, это большой enterprise. И когда мы говорим о том, что есть еще малые компании, наши ценности из больших, требовательных компаний, наши ценности, наша производительность, наш функционал, мы несем в малый бизнес, в компании линейки SME. Оборудование. Wi-Fi 6 специально начал с него. У нас это тоже есть, у нас есть две точки доступа Wi-Fi 6. Многие говорят, но даже мое такое заблуждение было. Я раньше думал, что Wi-Fi 6 это так же дорого, как вот раньше было АС дороже, чем N. АХ дороже, чем АС. Есть какая-то последовательность в этом? Нет, у нас есть точка доступа в 740i, она называется. Это АХ по цене недорогого АС. Вот такая вот у нас есть замечательная точка доступа. Есть 840i, есть 860i, она пока не выжилась с внешнего рынка. Проекты на эти точки доступа начались в 2018 году. Появилась она в 2017, в 2018 уже пошли проекты на ней. Наш флагман 740i, это точка с тремя радио, точка стандарта V2AC, естественно. У нее используется XS антенна на всех трех радиоинтерфейсах. Соответственно, применение ее в основном в плену. То есть это огромное количество включающихся клиентов. Точка доступа AB720i, здесь буква имеет значение, потому что в случае i это точка интерпрайз-класса, в случае буквы L это точка SME-сегмента. 720i это относительно недорогая точка доступа V2. Она дванадва, у нее очень интересный дизайн, она очень маленькая, тоненькая и очень симпатичная. То есть ее мы применяем часто в всех помещениях, где нужно добиться именно красивого дизайна. То есть это точка доступа для любых помещений. В сегменте SME у нас тоже есть несколько точек доступа. Вот я здесь старался, готовился, заканчивал эту презентацию вчера поздно вечером. И вот все-таки есть одна ошибка, допустим, я не написал ее здесь название, но у нас здесь есть. На самом деле это точка доступа 730i. Вот она выглядит вот так. Это трехдиапазонная точка доступа, но в ценовом сегменте SME. Соответственно, есть там и чуть более бюджетные точки доступа. Отдельная история это настенные точки доступа, точки доступа для крепления на подрозетник. То есть она очень компактно выглядит в комнате. применимость ее в отелях, в квартирах, в общежитиях. То есть там, где нужно небольшое количество устройств на небольшое количество пользы. Тем не менее, это там в районе трех десятых устройств на такие точки доступа поддерживают. У нас сейчас здесь есть стенд. На столе у меня лежат две точки доступа. Подходите, потрогайте. Очень интересные штучки. Очень нравятся многим. Конечно, есть уличные точки доступа. Тоже одна у нас лежит на столе. Есть две старших. Это 630i и DA2. Internal Directional Antenna 2. Вы их двое имеете ввиду. И internal Omni Directional Antenna. Вот диагноз направленности представлены. И бюджетная версия ее недорогая. Точка доступа 2 на 2. АС без возможности подключения внешних контейнеров. Но тем не менее, все точки доступа IP68. Старшая из них имеет очень широкий диапазон температур от минус 40 до плюс 65. Везде встроена грозозащита. Они все питаются попой. И у них есть возможность установки SAP-модов. С Wi-Fi, наверное, все. Напомню, у нас есть большая линейка коммутаторов. Коммутаторы для дата-центров четвертого поколения. Это уже эры искусственного интеллекта. Коммутаторы ядра агрегации для карпусных сетей. Большие. Именно вот в этой модели 18000 и 8600. Можно встроить платы, которые станут контроллером управления Wi-Fi сетью. В дальнем углу есть коммутаторы гигабитные с layer 3, PLS. Функционал поддержки ПОЯ, любопытные модели 57 линейки 5750. И внизу я расположил модели access уровня. Это гигабитные коммутаторы. Везде у нас только гигабит. Все это естественно управляемое через веб, через наше облако, через common line. Везде есть ПОЯ. Кроме этой линейки, ну она просто такая специальная линейка. В некоторых случаях есть поддержка ПТ-стандарта. Есть у нас и тазные коммутаторы. Есть у нас неуправляемые коммутаторы. Тоже с поддержкой ПОЯ. Но это скорее для сети видеонаблюдения. Гейтвей. У нас 4 варианта, 4 устройства. Самый маленький, простенький из них вот. Он лежит у нас на стенде. Подходите, расскажу. Очень интересное устройство. 300 рекомендованных пользователей. 4-гигабитная производительность. 7 портов ПОЯ на борту. Балансировка ВАН. И все это по цене такого среднего ПОЯ коммутаторов. Очень любопытное устройство. Все это управляется через облако. Буквально пара кейсов, хочу рассказать. Это такой... Знаете, наверняка вы все строили сети в режиме внезапно. Вот это вот тот самый случай. Это в 2017 году саммит ОТЭС произошел в Дананге, в Вьетнам. Там впервые встретились Путин и Трамп. И вдруг за месяц до начала этого форума выяснилось, что там нет Wi-Fi. Там есть старый, старый Wi-Fi. Мы построили это за месяц. И это настолько понравилось владельцу этого отеля, что он пошел владельцем бренда, в Chrome Laser. И упросил их разрешить использовать наше оборудование целиком в сети отелей. Сейчас это большой шестидный коммутатор. На базе него контроллер. Эта система содержит более 600 точек доступа внутренних wall-mount для помещений. 100 точек доступа 740-х, 720-х в разных помещениях. И там порядка 20-20 с чем-то точек доступа для уличного применения. И это подключено к системе оптимизации виз. Вот такой недавний случай. Тоже очень интересный. Феста Juni. Это в этом году. Феста Juni. Произошел в городе Паринтинис. В Бразилии. Уличный фестиваль в течение месяца проходит. Многие из вас строили такие вещи. По сути тусовка большая в течение месяца. С пиком клиентов 29-го, 30-го июня и 1-го июля. Но цифры, через которые цифры трафика и цифры клиентов вы видите. То есть в пике в день это было 21 тысяча клиентов. И максимум, если не ШПС, 200 клиентов было подключено к этой сети. Использовались 82 точки доступа различных моделей. 720-ая, 740-ая, 630-ая, уличная. 13-го июля мутатора все наших. Шлюз большой производительности. Вот один из тех моделей. И все это управлялось через удовольствие. То есть Руиши Клауд был применен для управления всей этой структурой. Да, про подарки помните? Все голову подняли наконец. Что я хочу сказать. Ребят, мы в России недавно. И мы понимаем, что весь наш успех здесь – это ваш успех. Нам нужны партнеры. И каждый партнер, который сегодня зарегистрируется, получит бесплатно от нашего дистрибьютора точку доступа. Точка доступа 710, которую можно подключить к облаку, которую можно использовать в целях пропагандирования нашей продукции, можно использовать для дома и для семьи. Чтобы зарегистрироваться как партнер, нужно скачать приложение Руиши Клауд. Это можно скачать и Google, и Apple. Все поддерживается. Это как раз то самое приложение, которое облаком нашим управляет. То есть вы скачиваете его, вы регистрируете как партнер, вы создаете сеть, сканируете QR-код и строите свою сеть. То есть все очень-очень просто и очень-очень быстро разворачивается. А вот тут на чем? Тихо, дайте обключение сейчас. Главное не пропустить шаг один. Вы сначала, когда приложение скачиваете, вы регистрируетесь в приложении, создаете учетку в Руиши Клауд, а потом там надо отдельно ткнуть, зарегистрируясь, стать партнером. Вот это пусто. Главное не пропустить, а ты без точки остальных. Да, это важное замечание. То есть скачав, установив это приложение сегодня, нажав зарегистрироваться как партнер, вы получаете шанс получить точку доступа. В течение недели наши сейлы обрабатывают этот запрос и присылают вам ответ. Если этого запроса не пришло, напишите, позвоните мне, Петру, мы посмотрим, почему так произошло и гарантируем вам эту точку доступа. Запас есть. Все нормально. Знаете, это на самом деле последний слайд был. Все-таки пару слов о России надо сказать. Я не очень люблю переводить вот такие вот вещи, но я специально написал «Rajin Epox» по-русски, потому что мы наконец-то в России, у нас есть офис, мы здесь всерьез, надолго, мы собираемся. QR-код, вы можете отсканировать, это мои контактные данные. Саксес кейсов у нас не то чтобы совсем нет, но и достаточно мало. Мы хотим больше. Я хочу, чтобы на следующей беседе, может быть не рядом со мной, но по крайней мере я бы рассказал о каком-то случае, который он мне принесет. Я обещаю за него подарок. Какой-нибудь ценный подарок. Квартира. Не такой ценный подарок. С измеримостью, скажем так, с стоимостью проекта. Кроме того, у нас уже сейчас есть интеграция с системой авторизации, потому что мы понимаем, что наши оборудования будут использовать для публичных сетей. Мы уже интегрированы с системой VINAP. Все наши варианты применения стендалом точкой доступа, точкой доступа в режиме облачного контроллера, аппаратного контроллера. На наших маленьких гитвеях тоже есть небольшой контроллер, и это тоже интегрировано. То есть это тоже можно использовать как подспорт. Есть один случай успеха, забавный. Один наш по времени первый дистрибьютор. У него сломалось оборудование на складе, беспроводное, а склад должен был функционировать. Они пошукали по соседним отделам и нашли какие-то ружья. Вот наши ружья не нашли, поставили, настроили через облако, и оно заработало. И с тех пор склад этого дистрибьютора работает на обычных, самых простых, семьсот десятых точках доступа. Наши точки доступа позволяют работать от минус десяти до плюс сорока, это эндорные точки доступа. И эти люди пользуются. Ну, вот на этом, наверное, все. Ура! 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 Идеи, к сожалению, не обладают. Я знал, что этот вопрос будет задан. Ни в одном внутреннем документе это не одолжено. На завод я съездить не успел. Можно будет только разобрать, когда она приедет. Одна разобрана у нас там остались уже люди. Следующий вопрос. Вы уже просто съедили. Может быть, есть продолжение какое-нибудь. Да, вопрос это звучал как. Есть ли пример успешных Wi-Fi проекта в России? Ну вот, пока исчезающе мало, а вот пока идет стадия в основном тестирования, оборудование на тесты мы даем с удовольствием. С удовольствием участвуем в этих тестах. У нас есть тренинги, которым мы можем помочь. Здесь есть люди, которые уже протестировали его. Я надеюсь, что есть люди, которые еще захотят протестировать. Будут ли продаваться точки с LTE-фотно или двухсимочные? Ранее подобные решения Руиджа у нас поставляла компания Smart 4, как сейчас. Ну, компания Smart 4 будет продолжать их поставлять. У них пока, наверное, кроме них, этим не будет заниматься никто. Неизвестно, будем ли мы дальше разливать эту линейку, будет ли она в России. Но мне бы хотелось, я так понимаю, что вам тоже хотелось бы иметь какое-то оперативное и надежное решение, которое можно использовать и на транспорте, и в других сферах применения, куда такое подойдет. Мы работаем над этим. Вопрос Бомеранда с сегодняшнего дня. Будет ли оборудование с поддержкой Павла Раванна? Для российского рынка такое оборудование пока не предусмотрено. Как таково именно оборудование, наверное, даже у нас, ну, я не уверен, что оно есть, потому что если есть, то только для внутренних рынков есть в контроле функционал аналогичный. Но, опять-таки, это все покажено на внутреннем рынке Китая. Теперь сюда будешь? Да. У нас есть отдельное оборудование, которое поддерживает Лора Ван. Оно у нас доступно на китайском рынке. Но если вы готовы принести проект где-то миллиона на полтора долларов по Лора Ван, мы его реализуем в России. Если вы услышали, то и все больше. Следующий вопрос. Могут ли точки доступа работать в режиме клиента, чтобы подключать несколько производных устройств на подвижных объектах, например, в заводских кранах? В режиме клиент. Такой сложный вопрос, на самом деле. У нас нет клиентских устройств, которые сертифицированы для применения на транспорте. Но у нас есть, например, комбутатор с сертифицирования применения на транспорте, на таком транспорте. На поездах в Китае у нас тоже стоят наши точки доступа. Так, чтобы поставить точку доступа на самосвал, такого в России нет. Ни так и нет. И завершающий вопрос. Из-за этих измерения действий точек с поддержкой технологии Powerline Communication PLC? Нет такого нет. Спасибо, коллеги. Живых вопросов не задрела. Одна здесь. Один. Тройные вопросы, пожалуйста. Можно поручить, мы будем только здесь. Вместо того, по технологии VDI выставляют решение по VDI. О чем речь идет? VDI – это виртуальный тест-топ. Это тонкий клиент, сервер, с которым загружается стоп на тонкий клиент. И зонтик системы управления, которая обеспечивает загрузку. В первую очередь у нас сейчас множество, множество. 80% рынка образования в Китае сделана на нас. Это системы для образования со своей спецификой. То есть тесты, экзамены, мы смотрим, чек занят ученик, например, если он начинает играть, на нем какая-нибудь лампочка начинает загораться. В общем, мы это все сделаем для того, чтобы облегчить образовательные процессы. И аналогично система сейчас построит для офисов. Одно называется Cloud Cloud, а другое – Cloud Office. Cloud Office только развивается. Пока это все другое, история в руках, тут у него рынка. Думаем о развитии на внешнем рынке. Но здесь нам нужен очень крепкий партнер. Спасибо, Олег. Благодарю. Спасибо.